Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 27 сентября. Уже к концу подходит первый месяц осени. Солнце светит, но не греет своим теплом. И мы достаем потеплее вещи. А вот что о погоде нам скажут синоптики, узнаем из фотогидрометцентра. Но чуть позже, а пока время новостей. В ближайшее время в Карачаево-Черкесии будет презентован сборник поэтических и прозаических произведений писателей нашей республики. 83 автора представили редакционной комиссии свои творческие работы на русском языке. Подробнее о критериях отбора и самом Альманахе в сюжете корреспондента Артура Мхце. Регион, в котором до недавнего времени не было даже собственного отделения Союза писателей России, менее двух лет назад при непосредственном участии Министерства культуры Карачаева-Черкесии получил и представительство творческого объединения, и идею о создании уникальной книги. Карачаева-Черкесия всегда славилась своими писателями, поэтами. Это носители нашего национального наследия, те, кто из поколения в поколение его передают. И нам очень важно было, после того, как мы воссоздали наш отделение Союза писателей России в Карачаево-Черкесии, прежде всего посмотреть, где мы находимся, кто мы сегодня, как именно творческое направление. И для этого мы выбрали такую форму, как создание вот такого литературного альманаха, который позволил бы в себе собрать тех из писателей, которые есть сегодня, которые живут сегодня, которые творят сегодня. Мы активно влились в культурную жизнь Карачаева-Черкесии, и на заседании правления нашей организации мной была озвучена идея, которая горячо была поддержана нашими коллегами, членами правления, издать литературный альманах Карачаева-Черкесии. На сегодняшний день в федеральном списке числятся 90 членов Союза писателей России. Это жители Карачаева-Черкесии. На одном из заседаний правления Союза писателей Карачаева-Черкесии были определены критерии отбора авторов для публикации их произведений в альманахе. В сборник могли попасть лишь те, кто состоит в региональном представительстве этого творческого объединения. Поэтов, прозаиков, авторов эссе, научно-исследовательских работ в регионе около полутысячи, но в Союзе писателей лишь 90 человек. Именно они и могли претендовать на размещение в этом альманахе. Второе условие – человек должен быть живым. Третье – являться уроженцем Карачаева-Черкесии. Кроме того, произведения принимались только на русском языке. Тут четкая задумка. Альманах должен быть на русском языке, чтобы каждое произведение, смысл, ценность, душа каждого народа были понятны всем. Для нас принципиально важно, чтобы каждый из наших народов был понятен, был близок, был родным для всех остальных живущих в нашей республике. Сделать это можно только с использованием русского языка, но это ни в коем случае не отменяет важности именно национальной литературы. Но для национальной литературы у нас есть другие проекты, где есть и детские сказки на родных языках, где есть произведения поэтов, писателей. В результате получилась такая великолепная книга, страница которой можно познакомиться с избранными произведениями и многонациональной литературой Карачаева-Черкесии. И читатель здесь может встретить как уже знакомых авторов, так же и молодых, талантливых писателей, которые также у нас принимают участие в нашем проекте. Ну и особо ценно то, что в литературном альманахе отражены традиции многовекового проживания, совместного дружного проживания народов Карачаева-Черкесии. Презентация альманаха более широкой аудитории читателей запланирована на середину октября текущего года. Артур Мкцелек, Махожев, Вести Карачаева-Черкесия. В 9.30 в эфир выйдет информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесии. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12. В горах плюс 2-7. Днем плюс 19-24. Местами плюс 10-15 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...